Витаю, дорогие друзья! Сегодня пропоную вам еще один рецепт очень вкусного, ароматного, шоколадного бисквита, который хорошо подойдет для будь-яких тортов, тесточек и десертов. Готовлю бисквит путем разделения яиц на белки и желтки. Так он взбивается быстрее в пышную устойчивую массу. И таким способом легко его приготовить, а даже не очень мощным миксером. Для влажности молоко и растительное масло. Масло берите без запаха. Сахар желательно взять мелкий, он быстрее растворится при взбивании. Из сухих продуктов мука, какао-порошок и разрыхлитель. И все эти продукты должны быть комнатной температуры. Яйца согревайте уже после того, как разделите их на желтки и белки. Холодные, они более плотные, легко отделяются желток и не растекаются. Потом затяните пищевой пленкой, чтобы они не подсыхали. И оставите на столе, пусть согреваются. Взбивать буду планетарным миксером. Но, как уже сказала, подойдет и самый обычный. Белки выливаю в чашу. Она должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Точно так же, как и венчик. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на третьей скорости из шести возможных до появления на поверхности легкой и прозрачной пены. Просто разбиваю белки, можно сказать, до однородности. На это понадобится около минуты. К тому же, соль хорошо разъедает белки и они легко перемешиваются до однородности. Вот они слегка запенились. Скорость увеличиваю до четвертой и взбиваю до пышности. Видно, что белки уже пышные, воздушные. Можно добавлять сахар. Но и как всегда, не весь сразу, а порциями. По столовой ложке. Если добавите весь сахар, он осадит эту легкую пену и масса не получится очень воздушной. Где-то по 50 секунд взбиваю каждую порцию сахара. И пока белки взбиваются, я подготовлю сухие продукты. Просеиваю муку. Какао-порошок и разрыхлитель. Разбиваю все эти комочки. Мука и какао легко хватает влагу, как бы вы их не хранили. И комкуются. Поэтому обязательно просеивайте. Теперь все это перемешиваю. До однородности цвета. И в это время не забываю добавлять сахар в белки. Высыпаю последний и взбиваю еще пару минут. Но не надо точно придерживаться времени, потому что миксеры у всех разные. Мощность и скорость. И кстати, венчики тоже разные. Если венчик густой, много на нем прутьев, взбивает он быстрее. Обращайте внимание только на плотность взбитой массы. На плотность белков. Вот такие они должны получиться. Гладкие, глянцевые. Без кристалликов сахара. И с устойчивыми пиками. Вот теперь добавляю сюда желтки. Взбиваю на той же четвертой скорости и добавляю по одному. Здесь я не буду ускорять видео или редактировать, что-то вырезать, чтобы вы наглядно видели полный процесс. Вот только разошелся желток, добавляю следующий. Обычно, когда я взбиваю классический бисквит, при добавлении желтков, я скорость уменьшаю до третьей, чтобы максимально сохранить пышность белков. Но так как надо будет добавить еще растительное масло и молоко, скорость я не уменьшаю, чтобы не замешивать долго. К тому же в тесте есть разрыхлитель. Он поможет подняться тесто и бисквит получится пышным. Сразу же после желтков добавляю растительное масло, вливаю тонкой струйкой. Еще раз напомню, берите его без запаха. И в этом бисквите я не добавляю ванильный сахар. Для аромата и вкуса достаточно какао-порошка. И после масла сразу же добавляю молоко. Тоже вливаю тонкой струйкой. Пока эта масса взбивалась, я уже включила духовку, чтобы она успела набрать нужную температуру. Посмотрите, масса остается пышной, воздушной. На поверхности сохраняется рисунок, будто бы взбиты только яйца с сахаром. Немного его перемешиваю. Не страшно, что лопатка в белках. Все это потом хорошо перемешается с мукой и какао. Добавляю муку и какао с разрыхлителем. Еще раз обязательно просеиваю. Вмешиваю сухие продукты в два приема. Первую порцию никогда не вымешиваю до однородности. Поднимаю все с донышка. Стряхиваю с венчика и снова перемешиваю. Добавляю остальную. Обязательно зачищаю стенки. Потом еще пройдусь лопаткой. Замешивать буду венчиком. А в конце обязательно проверю лопаткой. Прокручиваю чашу миксера. Так тесто вымешивается быстрее. Вот такое оно остается пышное. Посмотрите, как хорошо вымешивается венчиком. Вот теперь зачищаю все, что осталось на стенках. Проверю донышко, чтобы там не осела мука. Посмотрите, какое однородное тесто. Очень легко готовится этот бисквит. Все, достаточно. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Донышко застелила пергаментом, а стенки ничем не смазываю. Переливаю сюда бисквит. Посмотрите, какая у него консистенция. Гладкое тесто. Не жидкое, не густое. Хорошо вымесилось до самого донышка. Выбираю все здесь. И чтобы выровнять тесто, растянуть или выдавить большие пузыри воздуха, деревянной шпажкой прохожусь от центра, такой негустой спиралькой, до стенок формы. И обратно к середине. Духовка уже нагрета. Температура 170-180 градусов. Это уже смотря, как сильно пекут ваши духовки. Я выпекаю этот бисквит при температуре 175. Это тесто не должно стоять, поэтому сразу же ставлю в духовку. Бисквит полностью готов. Выпекался он 40 минут при температуре 175 градусов. Средний уровень духовки подогрею вверх-вниз без конвекции. Посмотрите, какой красивый бисквит. Верхушка гладкая. Наготовность проверяла деревянной шпажкой. Прокалываю в самой середине, где бисквит повыше. На выходе она сухая, значит тесто пропеклось. В таком виде оставляю минут на 10. Пусть стеночки немного отпарятся. Форма чуть-чуть остынет. И только потом аккуратно его вырежу тонким ножом. Время прошло. Форма уже только теплая. Не печет в руки. Аккуратно вырезаю нож, прижимая к форме, чтобы не повредить бисквит. Переворачиваю форму и снимаю бумагу. Зачищаю пока бисквит и убираю все эти крошки, которые легко осыпятся. И вот посмотрите, какой он получился. Бисквит высокий, видно, что мелкопористый, очень мягкий, ароматный и, уверяю вас, вкусный. Оставляю на решетке вверх донышком до полного остывания на пару часов. Потом заверну в пленку и положу в холодильник уже до следующего дня. Разрез покажу уже в следующем видео, после того, как бисквит отлежится. И приготовлю на нем очень вкусный шоколадный вишневый торт. Если вам понравились мои рецепты, делитесь с моими друзьями, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Щиро дякую за подобайки, а спонсорам моего каналу за поддержку и помощь. Дякую, мне очень приятно. И, как всегда, желаю вам всего лучшего. Спасибо. Спасибо.